Здравствуйте! В эфире православная энциклопедия. В названиях очень многих московских улиц и переулков заложены православные корни – Варварка, Ильинка, Пречистенко, Патриаршие. Они поистине хранят дух старой Москвы. Как возникли эти названия и что сегодня в современном облике старинных улиц напоминает об их истории? О православной топонимике Москвы мы сегодня поговорим с нашим гостем, доктором исторических наук Леонидом Андреевичем Беляевым. А вначале, как обычно, сюжет. В каком городе нет первой парковой, второй индустриальной, третьей улицы строителей? Мы помним этот ироничный монолог из фильма о повсеместном распространении типовой застройки городских окраин и типовых же названий – унылой, ни о чем не говорящей топонимической массы. И совсем другая история – со старинными улицами, которые сохранили или вновь обрели свои прежние названия. Улочки московские, спасские, петровские, улочки московские, улочки-шкатулочки. Вобравшие в себя аромат своего времени, колоритные старомосковские названия улиц на своем языке рассказывают историю города. Улицы узкие у нас, широка у нас летопись улиц. Эти крылатые строчки Михаила Александровича Дмитриева, поэта, друга Карамзина, вошли почти во все учебники москвоведения. Впрочем, в старину внутригородские топонимы были условны и время от времени менялись. Сегодня это на Сретенке, а завтра напротив Николы Старого. Нумерации домов вообще не существовало. Основой системы ориентиров служили церкви, а позже подключились имена домовладельцев. Местным жителям этого было вполне достаточно. В 1785 году Екатерина II ввела нумерацию зданий, издав грамоту на права и выгоды городам Российской империи, где для удобства полицейского учета жителей предписывалось городовому магистрату иметь книгу с описанием домов, строений, мест и земель городских под номерами. И только в XIX веке в Москве появились привычные нам сегодня адреса с названиями улиц и номерами домов. – Здравствуйте, Леонид Андреевич. – Здравствуйте, Реонид Андреевич. – Названия улиц, переулков, районов Москвы – это не только удобные для нас ориентиры в городском пространстве, но это еще своеобразные культурно-исторические коды, языковые коды города. Что можно увидеть за этими табличками, за этими названиями улиц? Какую информацию они несут, кроме адресной информации? – Вы понимаете, конечно, информации в них довольно много. Проблема в том, что извлекать ее нелегко из этих названий. Дело в том, что сами названия до нас дошли в довольно поздних вариантах. Собственно, первый такой серьезный срез, топонимический по Москве, был сделан в середине прошлого века, в середине XX столетия, таким археологом Фехнер по фамилии, которая просто свела на карту все известные топонимы из письменных источников. Летопись и актов, разного-разного документального материала. Историк и археолог, сотрудница Государственного исторического музея на протяжении 50 лет, Мария Васильевна Фехнер собрала и обобщила сведения о названиях московских улиц, урочищ, церквей и общественных зданий. Ее работа, послужившая началом систематического изучения московской топонимии, называлась «Москва и ее ближайшие окрестности» в XV и начале XVI века. Оказалось, что не так много этих топонимов, понимаете. Ну, где-то в месте взятых, просто топонимов, так сказать, названий каких-то горок, ручейков и так далее, да, местностей, урочищ каких-то, ну, где-то штук 60 все-таки в Москве уже к тому времени, да, отложилось, записалось во всевозможные акты. Плюс церкви тоже примерно столько же, но, может, немножко побольше церковных названий. Плюс несколько, там, десятков монастырей, меньше 30, ну, в общем, достаточно много тоже. Вот, собственно говоря, чем мы располагаем. И нужно сказать, что, несмотря на то, что вот вроде бы они хорошо известны, они друг с другом не особенно сочетаются, потому что в Москве и планировка сама не была особенно устойчивой, в отличие от других городов часто. И эти топонимы, они очень условны. Ну, грубо говоря, Великой улицей называются несколько мест в Москве, и они никак друг с другом не связаны. Это не продолжение одной и той же улицы. То есть это не улица Горького. Это просто большие улицы, да. Вот большая улица здесь, большая улица там. В общем, именно рицательная. Если же говорить о церковных топонимах, то еще бы, я бы сказал, сложнее, потому что мы встречаем какое-нибудь название в XVI веке. Зачатевская улица, Зачатевская. Ну, хочется сразу искать Зачатевский монастырь, да, и переулки вокруг него, Зачатевские, несколько штук действительно существуют. Но Зачатевская улица, середина XVI века, ну, во-первых, монастыря Зачатевского еще не было в это время, вот, это вообще в другом месте, это Зарядье. Это то, что потом будет называться Мокринским переулком. Тоже вполне церковное название, хотя так на вкус не сразу скажешь, что оно церковное, вот, поскольку это название от церкви Николы Мокрого, значит, одно из близко стоявших к реке церквей. Мы не можем быть уверены, что его самого не назвали, да, не приклеился топоним, ну, мокрость какая-то окрестная. Ну, скорее нет. Скорее-таки, Никола Мокрый – это первично, и от него Мокринский переулок возникает. Великая улица была одной из древнейших улиц московского посада. Она возникла еще в XV веке при застройке Зарядья, торгового места на берегу возле пристани. В летописях упоминается шумная торговля, которая велась по всему Зарядью. После постройки стены Китая города улица была отрезана от реки, и значение ее уменьшилось. В конце XVII века она стала Мокринским переулком по названию церкви Николы Мокрого. Мокринский переулок снесли в конце 50-х годов, а в 60-х в Зарядье была построена гостиница «Россия». Раз мы заговорили сейчас о Зарядье, вот, пожалуйста, история Мокринского переулка, который сейчас уже не существует, но старые москвичи его, безусловно, помнят, потому что он исчез после войны только. Эта Великая улица была причиной разных всяких разнословий. Ясно, что она в XIV веке была одной из самых заселенных, за исключением Кремля, потому что она была осью вот этого Зарядья, небольшого, приречного района, очень маленького, между Варваркой и берегом. Там, собственно говоря, не очень много поместья, творов. Но она являлась одной, значит, пятой частью Москвы по заселенности. Вот пятая часть жителей жила в этом районе, все остальные жили в остальном огромном пространстве. В то время уже Москвы, в XIV веке, кругом были большие судебные зоны, так сказать, куда собирались судебные пошлины. Вот, и вот одно маленькое Зарядье с этой Великой улицей, которая потом сменила вот этих несколько названий и вошла во многие учебники москвоведения. Вот, Дмитриевская улица. Ну, сразу хочется сказать, ну, мы же знаем прекрасно, где Дмитриевская улица, да, Большая Дмитровка и так далее. Не тут-то было. Это нынешняя Ильинка. Вот в момент, когда она первого среза, этого топонимического, это Ильинка. И таких чрезвычайно много. Вы один из авторов книги «Сакральное пространство Средневековой Москвы». И там вы описываете, каким образом, собственно говоря, это сакральное пространство формировалось. Как оно получало отражение в своих названиях? Названия превращались, ну, не названия даже храмов, а посвящения престолов превращались в топонимы просто по удобству. Потому что в XVII-XVIII особенно веке уже приходская жизнь была такой развитой, что написать у Харитонья в переулке, как у Пушкина написано, становилось понятно, где это. Где жила Татьяна. Да, где жила Татьяна. А пришлось бы как-то долго описывать и сложно другими способами. Вот такая адресная система этих приходов, она сразу немножко на себя стянула вот эти вот церковные топонимы, создала какую-то сеть церковных топонимов. На самом деле их было изначально очень мало, судя по всему, в конце XV-го, начале XVI века. Вот, потом их станет побольше. Церковных топонимов станет больше, поскольку сеть церковных приходов станет прочнее, на нее станет проще ориентироваться и перестанут уходить, вот скажем так. Вот эта путаница прекратится. И где Зачатевский монастырь, там действительно Зачатевские переулки. Да, а Ильинка связана с церковной церкви. А Ильинка связана с храмом Ильи, да. Совершенно точно. И Мокринский переулок станет мокринским, как ему положено, по Николе Мокрому. Красота московской топонимии или топонимии любого старого города, естественности происхождений. Петровка, Рождественка, вот это улочки, шкатулочки, как поется в песне. Действительно, это изящное название. Вот такие, Воздвиженка. Там улица Ильинка по подворью и по храму Ильи. В Китае-городе древнейшая улица, средневековая улица Никольская. Рождественский монастырь, Рождественка возникла. Высокопетровский монастырь, Петровка возникла. Никитский бульвар, Петровский бульвар, Рождественский бульвар, Покровский бульвар. И удивительный случай, в советское время почти ни один из бульваров не переименовали. Никольских улиц, наверное, в Москве должно было быть очень много, потому что их, собственно говоря, и много связанных с именем святителя Николая и с приходами, которые были посвящены в его честь. Имя святителя Николая носит одна из самых древних московских улиц. Что в ней, кроме названия, говорит о ее истории? Вы знаете, может быть, даже название это говорит и меньше отчасти о ее истории, потому что это позднее название. Раннее название этой улицы – Сретенка. Да, мы привыкли к Сретенке совсем в другом месте. Да, совершенно в другом месте. Сретенкой когда-то называлась вся улица, видимо, вся длина улицы, вплоть до нынешнего Сретенского монастыря. То есть от Кремля фактически до... Да, от Кремля до Сретенского монастыря. Да, такая вот возникла улица. Улица такая тоже немножко условная, дорога такая шла, ее часть называлась Сретенкой. Но вот после того, как Китай-город был построен, вообще очень многое в Москве случилось после строительства Китай-города, Кремля и Китай-города. Вот в эти 30 лет, примерно 30-35, конца 15-го, 1-3-16-го века. Соответственно, разделилась стеной вся сеть дорог, и у них появились другие названия. Вот, в частности, Никольская стала называться по монастырю Николы Старого. Мы не знаем, почему из многих, из многих-многих топонимов один побеждает и становится именем какого-то участка, а остальные куда-то исчезают. Николы Старого, древнего Никольского монастыря, основанного еще в XIV веке, давно уже нет, а память о нем до сих пор хранится в названии улицы. Когда мы идем по сегодняшней Никольской, обрамленной роскошными витринами, то как-то с трудом представляется, что ее возраст – семь столетий. Здесь проходила древняя смоленская дорога из Киева во Владимир. Улица тянулась от восточной стены Кремля через посад. Место, где селились, садились ремесленники и торговцы. В отличие от соседних, деловой Ильинки и торговой варварки, Никольская формировалась как уголок духовности и просвещения. Ее называли Священной улицей. И не только из-за обилия монастырей и храмов. Славу Никольской составляли церковные книги и иконы. Здесь располагался самый большой в Москве торговый иконный ряд. А за иконным рядом в начале XVII столетия возник еще один монастырь, в названии которого соединились его посвящения, спасу всемилостивому, и месторасположение. В результате монастырь стал за иконоспасским. Именно здесь, в XVII веке, была основана славяно-греко-латинская академия, которую позже преобразовали в духовную академию и перевели Сергий в посад. Никольская улица стала и местом возникновения книгопечатания на Руси. Именно здесь, на печатном дворе, в 1563 году Иваном Федоровым была изготовлена первая печатная книга «Деяния святых апостолов». А на противоположной стороне улицы Никольской есть один потаенный уголок. В глубине застройки, на задворках, полностью закрытой окружающими его устроениями, уцелел маленький храм конца XVII века. Храм Успения Пресвятой Богородицы, бывшая домовая церковь бояр Салтыковых. По некоторым сведениям, первопечатник Иван Федоров именно сюда носил освещать свои первые книги. Печатный двор находился ровно напротив Успенской церкви. Что касается Никольской, ну, конечно, если говорить так вот, перечислять, что там осталось, там прежде всего Казанский собор. Он восстановлен, но он восстановлен довольно документально после раскопок на его месте. И это сама по себе вот как бы такая древняя добавка к этому участку, что мы точно знаем, мы не очень в многих местах знаем точно, как они выглядели, что с ними происходило. Вот об углу, где Казанский собор, мы знаем точно и Воскресенский проезд. Там были хорошие раскопки. Ну, вот с Никольским улицами понятно, сразу возникает образ святителя и чудотворца Николая. А вот есть такие названия улиц, названия которых, ну, прочитываются с трудом или вообще не понимают. Например, Якиманка. Якиманка. Кто такая Якиманка? Откуда она взялась? Якиманка – чудесное название, совершенно, да, по-старомосковски звучащее. И вот еще один такой случай, когда почему-то именно Якиманкой она названа, именно по церкви Якима и Анны. На самом деле, значит, мы знаем ее уже в качестве предельной церкви. Яны-воина? Нет, у Благовещения. Сначала на старом месте, как бы, видимо. Видимо, церковь Благовещения, которая тоже ничего себе известна с конца XV века, понимаете. У нее уже предельная церковь, это Якима и Анны. Можно полагать, что она была более древней, чем сама Благовещения, так часто достаточно бывает. Вот. Ну, восходит куда-то к XIV, например, столетию. Мы ее там не видим, но вполне возможно, что она там была. Дело в том, что самоскворечие вообще считается слишком поздним по отношению к тому, что она есть на самом деле. Конечно, уже первые владения, первые какие-то дворы, какие-то первые церкви в XIV веке уже упоминаются в конце XIV века. Ну, и в конце XV, начале XVI тем более. Поэтому вот церковь Якима и Анны, она не только на себя улицы стянула, она как бы поглотила целый район, который теперь называется Якиманка, гораздо шире, чем улица. Иван Шмелев в книге «Лето Господне» в главе «Яблочный спас» описывает свои детские впечатления о Якиманке конца XIX века. «Едем по пустынной Якиманке мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке Белой Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марана. И везде крестимся. Улица очень длинная, скучная, без лавок, жаркая. Дремлют дворники у ворот». Храм Иоанна Воина на Якиманке сохранился до нашего времени. В годы советской власти он не закрывался. Сохранилась и церковь преподобного Марана Пустынника. До революции в ней был один из лучших в Москве подбор колоколов. Здесь служил звонарь-виртуоз начала XX века, обладавший уникальным слухом Константин Сараджев. Именно о нем повесть Анастасии Цветаевой сказ о звонаре московском. Известные музыканты приходили послушать его звон. О его колокольной музыке вспоминали Рахманинов и Шаляпин. Вот как описано это действие в повести Цветаевой. «Мало людей, глухой переулочек. Не знают еще, что будет звонить замечательнейший из звонарей. Град звуков, ликований разбившегося молчания, светлый звон, свет, побежавший богатством лучших». Дух захватило. Стоим, потерявшись, врухнувший на нас красоте. Ивановский, Никольский, Покровский, Благовещенский, таких топонимов, которые связаны с именами святых или с названием церковных праздников, конечно, в Москве достаточно много. А вот, например, Патриаршие пруды, которые в советское время назывались пионерскими почему-то, и сейчас снова вот этот район патриарших прудов, которые москвичи сейчас называют патрики. Даже при мне уже называли патрики в детстве. Дело в том, что патриаршие, вот это очень типично, больше всего топонимов связаны либо с особенностями природными местности, там, болото, какого-нибудь, ров и так далее, вот, и постройками, ряды постройки. Но еще чаще, конечно, с владельцем. Вот таких очень-очень много топонимов. Собственно, они, видимо, и появилась сама топонимика для того, чтобы описывать территории, описывать владения, что кому принадлежит, кончился один, как бы двор начался другой и так далее. Вот, понятно, что патриаршие, ну, считается у историков, что с патриархом Гермогеном первая, как бы, дача этих земель, этих прудов, этих, значит, болотистых довольно участков, она произошла в начале сам 17 века. Патриарх Гермоген получил эти участки и потом они уже использовали. Да, но это еще, мне кажется, подтверждается тем, что рядом с патриаршами прудами есть такой переулочек, который называется Ермолаевский. Ермолаевский. Да, да, совершенно справедливо. Вот, и мало кто знает, что, собственно говоря, патриарх Гермоген до принятия монашства был священником с именем Ермолай. Собственно говоря, и он в этом месте в свое время поставил маленькую-маленькую Приходскую церковь в честь святого Ермолая. Да, да. Такие маленькие сюжеты чрезвычайно украшают, конечно, исторические исследования и они важны. В начале 90-х годов московские улицы стали возвращать свои древние названия. И очень многие советские топонимы ушли в небытие и снова появились Никольские, Варварские, Никола Варваровинские и так далее. То, что связано с историей Москвы, как вы думаете, насколько важно продолжать такой процесс возвращения исторических названий московским улицам? Мне кажется, что этот процесс может идти и может быть его как-то частично стимулировать, но не нужно превращать его в компанию ни в коем случае, мне кажется. Потому что это та же самая война с памятниками на самом деле. Где-то она должна остановиться, по моему мнению. Где-то нужно сказать, мы больше ничего менять не будем, а дальше будет жизнь развиваться, как она развивается. Конечно, прекрасно, что Петроверикский переулок никогда не назывался иначе. Он всегда был Петроверикский. И таких какое-то количество в Москве есть. Значит, там Успенский, на Успенском вражке и так далее. Это памятники. Вообще название улиц любого города, старого города, это такие же памятники истории и культуры, как и памятники архитектурные, как и ансамбли, как и движимые памятники. То есть это достояние, это часть книги времени нашей страны, города. С ними надо обращаться так же бережно, как и с памятниками архитектуры. Но возвращать снова нужно всегда очень осторожно. Вторжение любое в прошлое уже один раз произошло, и уже обратный эффект имело. Может быть, пора успокоиться, воспринять это научение как научение и не очень торопиться все это менять. Хотя, безусловно, в целом ряде случаев, конечно, будет хотеться вернуть. И, во всяком случае, традиция XVIII-XIX века, более древняя, за этим, может быть, и не всплывет. Она через топонимическую систему очень хорошо воспроизводится. Скоро выйдет новый том православной энциклопедии. Это будет буква М. И, конечно, большая часть этого том будет посвящена Москве. Чернила уже высохли, но на столах еще стоят книги. Мы все еще переживаем это состояние московского, как мы его называем, 47-го тома. Наверное, это особая алфавитная справедливость, что этот том у нас выходит в год, когда Москва отмечает свой 870-й день рождения. И, несмотря на то, что статьи по монастырям Москвы, по святыням Москвы, по московским событиям у нас входят отдельными статьями, задача вот этого тома была объединить под одной крышей знания, которые на сегодняшний день актуальны для восприятия, для научного понимания Москвы, Московской области, Московской епархии. Одно из достоинств энциклопедического стиля является то, что мы должны в краткой форме преподнести уже обобщенные знания. Но вот наша энциклопедия, она уникальна тем, что мы стараемся давать материалы исследовательские. Поэтому часто в статьях сталкиваются мнения. Но обязательно они подтверждаются и библиографии, они подтверждаются каким-то научным аппаратом. И этот том будет ценен тем, что он в комплексе дает картину всей Москвы, Московской епархии, Московской области. Вы один из авторов православной энциклопедии, и в этом томе вы автор статей о московских монастырях. Что бы вы выделили для себя особенного в этой теме? Вы понимаете, монастыри сыграли очередной раз свою роль хранителей исторического наследия. Понимаете, несмотря на все разрушения, которые там происходили, на какие-то чудовищные их использования, которые сегодня трудно представить себе. Вот, естественно, это нанесло чудовищное разрушение. Но вот так уж это устроено, что археология мест, которые специально рассчитаны на сохранение памяти монастырей, безусловно, такие хранители памяти, она дает очень много важного для всей истории страны. И Москвы, конечно, тоже. Ну, историю Зачатьевского и Алексеевского монастырей мы уже продемонстрировали в православной энциклопедии. Но, скажем, работы в Донском монастыре, работы последней в Высокопетровском еще не входили в обороты. Они только что произошли или происходят еще начатые сейчас работы в Новодевичьем. В общем, очень много дается информации новой. Мы заново видим всю топографию церковную благодаря вот этим раскопкам. Ну, а в целом в Томии мы постарались в археологической части быть максимально объективными. Вот это вот то, что мы ждем от археологии. Прежде всего взвешенности, терпения, потому что археология делает чрезвычайное количество ошибок всегда. И археолог, как ученый, должен быть очень смиренен, поскольку он должен понимать, что почти все, что он пишет и говорит, вероятно, в очень скором времени будет опровергнуто его же собственными дальнейшими работами. И, соответственно, должен быть к этому готов. Мы постарались все-таки дать взвешенную информацию. Спасибо вам огромное, Леонид Андреевич, за такой очень обширный, интересный разговор о Москве. Спасибо, что позвали меня. Я был рад. Наша программа подошла к концу. Мы увидимся с вами через неделю. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова